Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Я сегодня хочу вам презентовать свою пеларгонию Малорка. Звездочатая пеларгония. Немножечко расскажу о ней. Какой ее возраст, как ее формировала и как выглядит сам кустик. И где он сейчас у меня находится. Эту пеларгонию я в прошлом году по осени получила от цветочной феи. Черенок был маленький, думала, что из него ничего не получится, а все-таки получился. И вот сейчас посмотрите, как он выглядит. Он у меня растет в горшке. Посмотрите, горшок совсем-совсем маленький. Где-то полтора литра. И этого ей достаточно. Сейчас растет моя пеларгония на улице. Это я просто ее принесла в домашнем условии, чтобы сделать ее. Вы, наверное, обратили внимание на эти листья. Вот по этим листьям сразу можно сказать, что это растение с улицы. Да, гусеница все-таки повредила мою пеларгонию. Ну, я обработала эти растения. И, как видите, вот они листья уже хорошенькие, крепенькие. Так вот, вернемся к этой пеларгонии малорков. Почему она называется кактусовидная? Ну, по той причине, что вот ее цветочки, как у кактуса. Я сейчас вам покажу другую пеларгонию, звездчатую, Ричард Хадсон. И вы увидите, что да, на самом деле есть разница в цветении. Вот посмотрите, вот он, Ричард Хадсон. И вот их цветочки. Видите, какие? Как звездочки. Какие цвета сочетаются у них? Здесь есть рубиновые. Видите, вот они, рубиновые такие полосочки. Светло-розовые, белые и зеленые. Я покажу вам разные шапочки. И вы увидите, что в любом состоянии этот цветок завораживающий. Посмотрите, вот так распускается пеларгония малорка. Вот такие у нее цветочки. И центр вот такой вот зелененький. Постепенно цветочки приобретают вот эти зеленые цветы. Вот это уже цветочки отсевшие. И они уже почти практически полностью зеленые. Такие салатовые. Есть, правда, еще очертания красного, белого, но этого мало. И вот я думаю, что когда вот эта шапочка вся будет зеленая, то это вообще будет что-то необычное. Этот сорт мне очень понравился. Он неприхотливый. Это стандартная пеларгония зональная. Я не совсем меня слушалась. Я ее прищипывала, а она все равно с верхушечки давала створик. И только вот буквально уже где-то в начале лета она стала пускать боковые отростки. И это, я считаю, ее единственный недостаток. Посмотрите, какая огромная шапка. Сколько здесь цветоносов. И все это сливается в одно целое. Поэтому думаю, что вот такую пеларгонию малорка, как-то завидную, ну, можно все-таки в своей коллекции иметь. Цветение очень длительное. Она у меня цветет уже второй месяц. И, как видите, высыхания никакого нет. Если, например, у Ричарда Харсона, посмотрите, вот эта шапочка уже все, она высохла. Кстати, цвести они начали одновременно. То малорка, видите, вот так вот. То есть я бы ее отнесла к пеларгонии долгосветущей. После того, как цветение закончится, этой верхней шапочкой, конечно, я начну черенковать ее. С учетом того, что она стоит у меня на улице, на террасе, она все-таки не потянулась. Уличные условия ей очень и очень нравятся. Если у кого-то есть подобная пеларгония малорка, то, пожалуйста, поделитесь своим опытом. Прежде чем купить эту пеларгонию, я, конечно, порылась в интернете, поискала немножечко материал о ней. В одном из видео у блогеров-женщины она и показала, что пеларгония имеет маленькие шапочки. Ну, посмотрите, ну это же не маленькие шапочки. Это хорошая шапочка. Вот это да, да. Видите, вот эта шапочка небольшая, шарик такой. А здесь вот, видите, какие шапки. Надеюсь, своим видео я смогла вас убедить, что эта пеларгония очень красивая. Благодарю вас за просмотр. Удачи, благополучия, хорошего настроения вам. Ну и до следующих встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok